Божественный ген. Рождение нового желания. Поскольку сосуд унаследовал природу света, в сосуде родилось новое желание. И это новое желание – стремление проявить свою ДНК Бога. Сосуд захотел стать творцом собственного счастья, даровать наполнение, стать причиной, а не следствием. Однако у сосуда не было возможности выразить свой божественный ген. Он не мог даровать, потому что даровать было некому. У него не было возможности создавать что-то новое и быть причиной. И это желание быть подобным творцу оставалось невыполненным. Сосуд перестал ощущать себя полностью удовлетворённым. В чём и состояла проблема. Ведь прежде всего сосуд был создан для того, чтобы получать бесконечное удовольствие и наполнение. Для того, чтобы понять, что произошло с сосудом, давайте посмотрим на необычную историю. Поле мечты. Это история про Мишу, нападающего в детской футбольной команде. У него есть одно заветное желание – сыграть на отлично, чтобы родители гордились им. И на очередном матче у него получается. Миша забивает несколько голов, в том числе решающий, победный. После финального свистка товарищи по команде окружают Мишу, поднимают его в честь победы и приносят на руках через всё поле. Родители сияют от гордости за своего сына. Однако после игры маленький герой узнаёт шокирующую новость. Оказывается, ещё до игры его отец договорился с тренерами и игроками обеих команд о том, чтобы его сыну подыграли. Его отцу хотел сделать своему сыну особенный подарок. Вся игра была подстроена, предопределена заранее. С самого начала и до финального свистка. Объятия и поздравления товарищей по команде тоже большими. Что теперь чувствует маленький Миша? Думаете, он по-прежнему чувствует удовлетворение? Задумайтесь. В начале 1980-х годов, впервые приехав в Лос-Анджелес, один из учителей Кабала-центра познакомился с несколькими молодыми людьми, которые только что окончили среднюю школу. Их родители были очень богаты. Они дали своим детям всё. От лучшего образования до собственного БМВ на 16-летие. Чего же ещё можно было желать этим ребятам? Но эти образованные молодые люди были ослоблены и агрессивны. Они втягивались в торговлю наркотиками и бросали школу. Наверняка вы слышали подобные истории про золотую молодёжь. Что же заставляет молодых людей, у которых есть всё, чувствовать себя так, как будто у них нет ничего? Хлеб-стыда — это термин, раскрывающий понимание того, что чувствует та самая золотая молодёжь. Или же маленький герой Миша. Этот древний термин обозначает все отрицательные эмоции, которые сопутствуют незаслуженному благополучию. Человек, вынужденный принимать подаяние от других, ест свой хлеб-стыда. У этого человека есть глубокое желание зарабатывать себе на хлеб самостоятельно. Он начально мечтает о том, чтобы самому себя содержать и кормить, а не зависеть от щедрости других. Хлеб-стыда подорвал его чувство собственной значимости, способности вносить свой вклад в этот мир. В своей книге «Видение в кабалу» Раф Берг объясняет, что такое хлеб-стыда с точки зрения духовной структуры Вселенной. Поскольку желание получать, которое было создано в бесконечном мире, теперь получало бесконечное изобилие Творца, возникло чувство, называемое «хлебом-стыда». Сосуд непрерывно получает, но не может ничего дать взамен, потому что Творец, будучи всеобъемлющим, ни в чем не нуждающимся, не имеет желания получать. Сосуд ощущает хлеб-стыда, потому что не способен заслужить то, что получает. И хотя сейчас мы можем реализовывать свои желания получать для себя, абсолютно не задумываясь о даровании другим, фундаментальный принцип функционирования Вселенной по-прежнему распространяется на нас. Удовольствие, будь то духовное или физическое, возможно только при условии равновесия между получением и дарением. Из сказанного об эволюции Вселенной должно быть ясно, что отказ от получения был нашим способом, собственным решением. Оно было принято из-за имевшегося дисбаланса с единственной целью — восстановить равновесие. Если мы рассмотрим свои желания в отношении материальных благ этого мира, мы обнаружим, что все они произрастают из-за того и того же корня — отсутствие наполнения. Независимо от того, являются ли предметом нашего желания деньги, статус или имущество, общим элементом всегда остаётся желание получать. Внутреннее осознание того, что мы потеряли наполнение, которое у нас было из-за того, что мы упустили из виду подлинную цель своего существования на этот физическом уровне, желание получать стало для нас реальнее, чем свет, который олицетворяет желание дарения. В бесконечном мире все желания в сосуды были исполнены за исключением одного — желание заработать своё наполнение, быть его причиной. Таким образом, хлеб-стыда стал преградой на пути сосуда к абсолютному счастью, и подобная ситуация уже точно не была целью творения. Оставался единственный выход — избавиться от хлеба стыда. Пока сосуд мог только пассивно получать, он оставался несчастным. Что же он мог предпринять, чтобы избавиться от хлеба стыда? Даровать было невозможно, потому что даровать было некому. Кроме света и сосуда, в бесконечном мире не было абсолютно ничего, и у света не было желания получать. Каким было решение? Сосуд перестал принимать свет. Вообще, я слышала много теорий об этом всём. Я слышала ту теорию, в которой говорится, что, допустим, ты Бог, и ты можешь всё. Буквально. И, типа, Богу от того, что он может всё, супер наскучило это всё. И он решил создать физический мир, в котором мы struggle, в котором мы боремся, вечно достигаем чего-то, вечно вот эти вот... Короче, ему было скучно, и он создал реальный мир, чтобы почувствовать все эти чувства по-настоящему, потому что он ничего не помнит. Короче, есть такая теория, что вот из-за того, чтобы не ощущать вот эту скуку от того, что ты можешь всё, он ограничил сам себя. Вот это теория. Есть вот это, что вот хлеб стыда, дарование, получение, сосуд, не сосуд. Короче, вот это. Есть теория того, что вот он мир, а ты сможешь ли быть ты светом, если поставить тебя во тьму, сможешь ли ты быть светом во тьме. Короче, вот это теория. И вообще у всех разные теории. Но, в принципе, короче, мы сами усложнили себе жизнь, потому что, когда всё легко, типа тоже неинтересно. Ну, короче, сопротивление. Отказ сосуда от получения света называется актом сопротивления. Это слово вы встретите ещё не раз, так что запомните его. В тот момент, когда сосуд оказал сопротивление свету, свет сократился, оставив за собой пустое пространство, единственную тёмную точку в бесконечном мире. Бесконечность породила нечто конечное. Зуар описывает этот момент как грандиозное событие, породившее пространство и время, каким мы знаем. И это событие отражается на нас по сей день. А учёные описывают этот момент как большой взрыв. Теория была подтверждена в 1992 году исследователем, спутником космического радиоактивного фона, запущенным НАСА. Физик Стивен Хокинг назвал его открытием века. Астрофизик Джордж Муд отозвался о полученных данных так. Это всё равно, что смотреть на Бога. Но на самом деле это всё равно, что смотреть на первую попытку сосуда избавиться от хлеба. Стыда. Как мы уже отметили, наука фокусируется на том, как возникла физическая реальность. Кабала же даёт понимание вопроса, почему произошёл большой взрыв. Тем не менее, интересно, как описывают возникновение нашей Вселенной древней рукависти каббалистов и физика 21-го столетия. Сходство воистину замечательно. Современная наука около 15 миллиардов лет назад до появления нашей Вселенной не существовало ничего. Вселенная возникла из одной точки, которая была окружена пустотой. Точка эта не имела ни ширины, ни глубины, ни длины. При этом в ней содержалось всё пространство, время и материя. В точке возник взрыв неописуемой силы, разрастаясь со скоростью света во все стороны наподобие огромного шара. Со временем эта энергия охладилась и сгустилась, образуя звёзды, галактики и планеты. Что же говорит каббала? Вселенная была сотворена среди пустоты из единственной точки света. Эта пустота называется бесконечным миром. Бесконечный мир был заполнен бесконечным светом. Затем свет был сжат в единую точку и появилось первичное пространство. Кроме этой точки не было ничего, поэтому она и называется началом. После сокращения из бесконечного мира вышел луч света и стал быстро распространяться. Вся материя произошла из этой точки. Эти идеи взяты из рукописей Лурии, каббалиста 16 века, который посвятил себя тайным учениям Зоара. В соответствии с вычислениями Зоара вышеописанные акт творения также произошло около 15 миллиардов лет назад. Рождение Вселенной в тот момент, когда сосуд сказал «Спасибо, не надо, я хотел бы сам научиться создавать и дарить свет». Свет отступил, подобно любящему родителю, который позволяет ребенку падать, чтобы тот со временем научился ходить. И когда свет отступил, возникла точка пустоты, появилось время и пространство, которые дали сосуду возможность развить собственную божественную природу через поиск света. Это микроскопическая точка пустоты, только что созданная крупица пространства и времени и есть наша огромная, усыпанная звездами материальная Вселенная.